Доброе время суток, моя семья, моя интернет-семья. Все, кто только что ко мне присоединился, я с вами так поздороваться. Кстати, видите, я уже так хорошо загорела. Это не то, что я там лежала, загорала. Нет, нет, нет. У меня фитнес. Фитнес с кистями, фитнес на степах, фитнес на ladder, ladder fitness. Это на лестнице, туда залезть, там покрась, тут спустись, тут это, раз, два, три. И подкачали, оп, оп, уже у меня, видите, играют, играют мышцы. Сейчас еще те чуть-чуть подкачаю и будет просто супер. Дальше. Получила вот такое вот письмо от Валентины. Валюша пишет мне, здравствуйте, дорогая Катрин, меня зовут Валентина. На вашем канале уже несколько месяцев и многому у вас научилась. Так что, девчонки, вот у нас еще интернет-сестричка, поприветствуйте ее. Ник Валентина Торанцос. Торанцос. Так, и что дальше Валюша пишет? Она пишет, что многому у вас научилась и продолжаю учиться. Смотрю ваши новые и старые видео. Особенно нравится про имбиротерапию, это просто находка. Подождите еще, Валюша, у меня есть, ну, об этом позже, протеиновая добавка, пишет Валюша. Булгур, сельдерей, лен. Все это появилось в моей жизни благодаря вам. Вот мое солнышко. И как мне это приятно слушать. И как мне это приятно читать. Сейчас добралась до дайкона. Буду пробовать. Боже, слава Богу, вся хвала тебе, единому. Все тебе отдаю. И от этой Валюши тоже забирай. Больше всего мне нравится, когда вы толкуете Библию и говорите о Боге. Кстати, Библию я тоже приобрела. Браво! Браво! Дальше. Я теперь четко знаю, что вот человек, вот Валюша, которая приобрела Библию, у нее жизнь сейчас пойдет по-другому, но ее нужно исследовать. И прямо сразу пишите записи, выделяйте те места, провозглашайте в доме, не откладывайте. Через нее Бог говорит с нами. Через свое Слово Божие. Дальше пишет Валюша. Я всегда была верующим человеком. А мы все, Валюша, мы все верующие люди. С детства мы рождаемся с верой в Бога. Знаете, ведь дети, они в тысячи раз более верующие, чем мы. Мы как бы потом усыхаем. Душа истощается. Мы не знаем как. А они, вот знаете, как вот мама сказала, иди сюда. И верит, ребенок идет, даже если там обрыв, он пойдет, потому что мама позвала. И вот так мы рождаемся, мы так слепо верим Богу. Но потом что-то происходит. Вот этот вот враг, он внедряется, которому Ева и Адам открыли двери. Дальше. Дальше пишет Валюша. Что она мне пишет? Я всегда была верующим человеком с детства. И всегда чувствовала... Так, я вот так вот увеличу, чтобы вы могли тоже наблюдать. Так. Вот, да. И всегда чувствовала присутствие Бога. Я хочу, чтобы тут и тут было. Вот. Присутствие Бога в своей жизни. Даже в самых безвыходных и отчаянных ситуациях. Я знала, что все будет хорошо. И так и было. Как вы говорили, происходило чудо. Только Богом возможное. А теперь вопрос. И очень была бы рада увидеть видео на эту тему. Что вы думаете про книгу «Тайна», где говорится о том, что мы живем в том мире, который создали, а точнее материализовали? В том мире, что создали? Валюша, вот первая, скажем так, ловушка сатаны. Вы создали мир. Я не знаю, что вы создали. Я пришла в этот мир, будучи созданной кем-то иным. И я пришла в этот мир. Потрудились Бог, мама и папа. Вот первая вам ловушка. Дальше. В том фильме, книге, говорится о том, что даже у мысли есть чистота и благодать. Ну, понятно, это все понятно. Дальше. В книге говорится о том, что мысли летят во Вселенную, что просить надо у Вселенной. Значит, книга нам не открыла. Просить надо не у Вселенной, Валюша, а конкретно у единого Создателя Бога, Всевышнего, Вселенной, Земли, Галактик, всего того, что нашему у Мишку понять не дано. По капле по капле он нам дает возможность выйти в космос, насладиться красавицей Землей сверху, увидеть, где катастрофа, а где нет. Но есть вещи, куда он нам не позволяет проникать. И мы туда без его воли не проникнем. Как бы мы не хотели попасть на другую галактику, ведь без его воли на это мы не попадем. Дальше. Это вот второе такое. Теперь я вам написала, дорогая Валюша, тайна, да, вы сказали. Так вот, моя тайна – это Единый Создатель, я отвечаю вот в письме. Это Единый Создатель. И не мои мысли, а Он, Его мысли. Он направляет мои мысли, потому что однажды я открыла двери и своей души, и сердца Богу. И каждое утро приглашаю руководить и вести меня, не отклоняясь от Библии. И вот результат меня потряс, пишу я в ответе. Во всех сферах жизни этот результат, кстати, чувствуется. И я просто хочу поделиться со всем миром его любовью. Неиссякаемой, бесплатной. А все остальное – это ловушки врага. Даже самые любопытные, вот как вы пишете, это ловушки. Я вам сейчас показала, как оно действует. Да? Посмотрите, какой шикарный день сегодня. Ну, просто изумительный. А тут на подоконнике розы у меня цветут, радуют, продолжают радовать меня. Такие они классные, такие они красивые. И давайте поговорим о... Я отвечу на вопрос по поводу Виктора. Я сказала в одном из видео, внизу будет ссылочка, про жениха. Одинокий мужчина ищет женщину. Одинокий мужчина один. И поэтому девушка должна быть тоже одна. И я забыла сказать, сколько ему лет. И мне много пришло вопросов. Ответьте, сколько ему лет. И вообще есть девчонки, вот Леночка, которая не так далеко от нас живет. И другие, другие написали мне девчонки. Но некоторые написали, например, с Молдавии. Девочки, с Молдавии и, допустим, из дальнего зарубежья. Вряд ли, вряд ли это получится. Вы сами понимаете, что такое расстояние. Что он все-таки, как вам сказать, он украиномовный. Сразу вам говорю. Он даже по-русски плохо понимает. Заканчивал украинскую школу, не школу, а он интернат заканчивал. Вот. Он был женат однажды. У него есть взрослый сын, но сын, они развелись еще по молодости. По молодости. Сын, он помогал, сын уже взрослый, приезжает к нему в гости периодически. Просто навестить. Так, извините, это мне был звоночек. Так вот, по поводу Вити. Да, вот он почувствовал таким одиноким, что решил завести будильник. Вот такой у нас одинокий Витя. Ну, это для тех, кто юмор понимает. Иногда мой юмор трудно понять. Но неважно. В общем, девчоночки, мои дорогие невестушки, вы не прислали ни одна фотографию. Внизу, в описании, у меня есть этот, всегда адрес. Я никогда не скрываю свои реквизиты. Я не скрываю адрес. Внизу напишите мне по этому адресу или сбросьте свою фотку. Вообще, я не люблю такие аккаунты без фотографий. Люди скрывают себя. Если человек скрытный, если он не хочет своё личико показывать или это, уже это говорит о многом, я вам честно скажу. Уже это говорит о многом. Я люблю открытых. Я сама открытая. Вы каждый день у меня дома. Я делюсь абсолютно всем. Абсолютно всем. И, вы знаете, так жить легче. Открою секрет. Тут легче так жить. Что скрывать? Что у нас жизнь такая короткая? Ещё если мы будем скрытные, бояться. Да мы 70 лет боялись. Мы 70 лет скрывались. Друг о друга шёпотом на кухне. Да сколько разве можно так жить? Как только мы открылись, как только вот полетели в мир, совсем жизнь изменилась. Жизнь красками заиграла. Поэтому, дорогие мои девчонки, вышлите мне свои фотки. Сейчас мир уже открыт. Сейчас мир объединённый. Не бойтесь вы. Посмотрите, сколько людей там в инстаграмах. Везде все показывают свои фотки. А вы боитесь на аватарку. Вот это вот тоже старая савдепская такая, знаете, закалка. А вдруг боятся? Не бойтесь, ничему не бойтесь. Если вы с Богом, запомните, впереди вас идёт огромная армия ангелов божьих, охрана. И сзади вас также вас охраняют. Уж это я точно знаю. Так вот, видите, видите 50 лет нашему одиночеству. Вот, который от одиночества будильник заводит. Для того, чтобы где-то что-то зазвенело. Фотографии пришлите обязательно. А то телефончики написали, а фотографий нет. Он не будет звонить. Вот он мне сказал, если он даже не видит. Душа надо, чтобы он говорит, как он мне сказал. Душа, чтобы душу задеть. Он вообще очень скромный мужчина. Я вам сразу говорю. Он очень скромный. Дальше. Расскажите о себе что-то. Вот он, он трудяшка. Он работяга. Он трудяга. Он интернатовский. Мама у него умерла. Ему 50, вот 51 будет. Ему не нужна девушка 30-летняя, 35-летняя даже не нужна. Ему нужно 40+. 40, 45, 50, как он говорит. Даже пусть немного за 50. Но ему не нужна, он четко мне сказал, девушка, которая там думает о том, что вот сейчас будет дом. Машина у него нету, поскольку у него зрение, один глаз 99%, второй не видит. Не видит. Это была травма в детстве. Как он мне рассказал, в детстве в него девочка бросила камнем. И вот так вот попала. Попала она ему в голову. И у него ослеп глаз. Врач сказал, что если бы там еще где-то попала, не в то место, он бы просто был умер. И все. Поэтому он остался жив. Он замечательный человек. Все у него в порядке. Но вот у него один глазик не видит. Но это так визуально не видно. Вот у него глаз, все равно у него голубые глаза. Оно нормально смотрится. Не видно. Визуально не видно даже. Вот. Дальше. Порасил рассказать все, что вы любите. Все, что вам нравится. Любите ли вы там, допустим, читать. Он сам не чтец. Но он просто такой. Любите ли вы читать? Что вы, если телевидение смотрите? Что вы смотрите по телевидению? Дальше. Что он еще? О еде. Какое ваше любимое блюдо? Умеете ли вы готовить? Дальше. Цветы. Любите ли вы цветы? Он любит красоту, например, тоже. Человек голодный, одинокий. Вот я уже слышу, не то, что он там бедный. Нет, он зарабатывает хорошо, но он одинокий. А мужчины одинокие, они обычно всегда полуголодные. Ну, что мужчина одинокий может себе приготовить? Дальше. Как знаете, есть такой анекдот. Объявление в лесу. Волки, будьте осторожны. По лесу бродят одинокие красные шапочки. А я бы сказала наоборот. Красные шапочки, будьте осторожны. По лесу бродят одинокие мужчины, одинокие волки. И вот наш Витя одинокий волк. А как Розенбаун говорил, одинокий волк это круто, но это так, сынок, тяжело. Ты владеешь миром как будто и не значишь в нем ничего. И точно так же, мне кажется, и у девушек полвека плюс, скажем так. Тяжело быть одинокой. Тяжело. Хорошо, когда рядом душа. Где у него дом? Чтобы вы не думали, что у него дом вот здесь на море. Нет. Дом у него в селе Чулакивка. Он... Ой, в селе, говорю. Не в селе Чулакивка, это его брат села Чулакивка. В Голой пристани. Я вам показывала красивейшее-красивейшее такое, знаете, местечко городского типа. Местечко. И там набережная красивая. Все. Вот там он, из Голой пристани. Там у них есть... Это рядышком. Ну как рядышком. Это отсюда час езды на машине. Даже минут сорок на машине. Я вам хочу сказать, Голой пристани, там есть профилакторий, санаторий, грязи, лечебное озеро грязевое и юдированное тоже. И туда раньше со всего Союза приезжали. Сейчас со всего мира приезжают. Там и французы летом, и американцы, и немцы. Сейчас очень много там. Такая красота вообще. Это местечко. Я показывала там. Проводится... Как это? Фестиваль называется. Фестиваль Купальские зори. Вы тоже можете набрать в Ютубе и увидеть. Голая пристань. Фестиваль Купальские зори. Там проводятся постоянно. Каждый год. Я всегда туда езжу. У меня есть тоже видео оттуда на фестивале Купальские зори. Я снимала, все показываю. Я люблю это местечко очень. У нас там как раз рядышком дача на Йодовых озерах. Это уникальное место. Уникальнейшее. Вот там он живет. Это такое, как городок, не городок. Местечко городского типа. Вот так скажем. Очень красивое. Мэр у них изумительный. До этого был фамилия Негро. Он у них, ну, просто из обыкновенного, скажем так, невзрачного села сделал куколку. Куколку. У них самый лучший рыбный рынок. Рыба там вся. Вот оттуда всегда везут по всей Украине. Посмотрите, куда они залезли. Лягушки. Вон они. Древесные. Греется, сидит. Ну, и вот так вот. Очень хорошее то местечко. Кстати, я сюда шалфей. Вон лягушка. Шалфей посадила. И он у меня уже цветет. Вы знаете, что я любитель шалфея. Он у меня должен везде расти. И смотрите, вот здесь у меня такая красивая ромашка. Сейчас я покажу, какая она. То я первый этаж, она начала почему-то внизу цвести. Я ее поубираю снизу, чтобы она наверх. Потом ее срежу, и она дальше цвести будет. И здесь цветочки цвет поубираю. Вот. И сейчас еще одна ромашка зацветет. И вон та розовенькая, одна из новеньких сейчас у меня зацветет. Беленькая уже вовсю там цветет. Вот. Так что. А вот эта сейчас она откроется, и вы увидите вот такую вот красоту. Кстати, всем советую, это многолетка. Я ее буду рассаживать. Всем советую. Ее размножать буду. Она многолеточка. Очень хорошая. И каменный цветок вокруг. Это я со своей дачки привезла. Красивый. Каменная роза называют. Каменный цветок. Тоже размножаю. Потому что, ну, это просто чудо. Вот эти вот все суккуленты. Вот это тоже суккулент. И там у меня с той стороны другие суккуленты. А вот еще покажу вам. Тоже новое приобретение. Гвоздика. Но такая. Сейчас вам покажу, какая. Вот она вот такая вот. Смотрите, какая гвоздичка. Она не махровая, как вот эта. Но она вот такая. Так, на маникюры мои не смотрим. Потому что сейчас у меня пахота. Вот такая вот. О! Такая красота. Дальше. Посмотрите, какие нежные, красивые петунки здесь. Прямо нежные они какие-то. Вот такие вот. Вот переопыляются, меняют цвета. В общем, красота. Сейчас все это заиграет. Заиграет всеми цветами. И мне нужно эту травку. Вот она цвести будет. Бросить еще вот туда. Чтобы не рассеивалась та трава. Получается очень красиво. А если она размножается, я либо делюсь ею вот этой суккулентной травкой соседями. Либо пересаживаю в другое место. Шикарная вещь, кстати. Суккуленты. Прикрыла свой прудик. Вот такой пленкой, чтобы он у меня не выгорал ничего. Разложила. Оп, оп, оп. И вот они прилетают за водичкой. И вот я поэтому пленкой прикрыла, чтобы он раз попил, попил и улетает. Все. И пошел. Посмотрите, как... Ладно, то уже в другом видео вам покажу. Что и как я покрасила красиво. Свои... Свои... Своё оборудование всякое разное. В общем, покажу. Так. Сейчас вот-вот раскрываются розы. Мы к ним вернемся. Ну, а я люблю вас. Будьте благословенны вы и ваши близкие. Пока-пока.